Привет, народ! Очередная, скажем так, давайте вот так покажу. Очередная партия досточек для правки ножей. Но что в этот раз я сделал иначе? Просто несколько раз люди, которые хотели заказать досточки, спрашивали, как я ее клею. Ну и когда я говорил, как я ее клею, то есть сейчас давайте я покажу. Вот есть кожа. И вот я клеил ее вот этой стороной, шлифованной стороной кверху. Вот так вот клеил шлифованной стороной кверху, а потом вот эту шлифованную сторону обдирал на наждачке, на крупном гриндере таком. И паста наносилась замечательно сюда. Ну как бы вот смотрите, показываю. То есть паста наносится без проблем, я не буду всю досточку мазать, так просто для примера покажу. Но человек, несколько все-таки попросили, Русик, сделай нам вот таким макаром. То есть переверни вот этой стороной нам и сделай. То есть я решил попробовать, ну и решил попробовать как бы для себя. То есть сейчас я вот сделал этой стороной кожу и сейчас хочу попробовать, как наносится паста. То действительно паста наносится, можете сами посмотреть. Вот так давайте покажу, ровненько, красивенько. И когда мы начинаем править дальше нож, эта паста затирается и становится кожа вся такой дубовой-дубовой. Ну, честно скажу, мне самому вот этот процесс пралки именно вот на этой стороне нравится больше. Потому как, ну, сторона она ворсистая такая, здесь с этой стороны, вот на этой досточке, эта сторона гладкая. И когда я на белой пасте тот же нож веду туда-сюда, я чувствую, что он там проскальзывает, ну вообще просто, просто скользит. Смотрите. То есть он в несколько раз быстрее пролетает. То здесь, при тех же усилиях, он подтормаживается вот этим ворсом, то я просто посмотрел, что именно снимает намного более конкретно металл. Досточка с перевернутой кожей, вот она вот так получается выглядит у нас. Давайте поближе поднесу. То есть никаких волн, никаких, ничего я здесь не наблюдаю. Все красиво, все смеются, но паста наносится более таким, скажем так, толстым слоем, глубоким. Если здесь она тоненько нанеслась, и мы ее размазываем, и она стирается. То даже видно, да, как здесь пролетает больше так. Я думаю, что на видео это даже видно. Более легко пролетает, скользит этот нож. Здесь же он на этой доске упирается в этот ворс, и идет более тяжело. То есть при том же давлении, при том же скорости проводки. То в принципе интересный вариант получился и такой, и такой я сделал пару досок таких, пару досок таких в смысле. Ну пополам сделал. То как бы интересный вариант получился и такой, и такой. То если кому интересно, с перевернутой кожей, можно заказать и такую. А вот и смс пришла с новой почты. С новой почты пришла смс. Да. Это пришло мое ружье подводное, ласты и маска. Ладно, через полчасика значит будет анбоксинг. Все. Пока все. Так что если кому надо, досточки. Хотите такие, хотите такие. Вся информация есть на канале. Также ссылка будет под этим видео. На Ганзу. На веточку. Так что если что, обращайтесь. Буду рад помочь. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...